Итак, я приветствую вас на дисциплине правоведения для математика. Итак, у нас с вами будет 17 встреч, 17 лекций, конечно, это не будет в чистом виде лекции, вы это поняли уже, это будет так называемая интерактивная лекция, то есть мы с вами будем общаться, причем со всеми, никто не уйдет от этого. И у нас будет 17 изображений, 17 опорных сигналов, которые вы, ну, вы как математики знаете, да, что цифры означают не цифры, а за ним стоит что-то большее. То, что я сейчас буду вам рисовать, эти символы, они тоже означают не то, что нарисованы, а то, что в них зашифрованы. И первая у нас встреча будет называться так. Правоведение как дисциплина. Правоведение как дисциплина. Задача сегодняшней нашей встречи заключается в том, чтобы вы получили общее представление о праве. Самое-самое общее. То есть я уверен, что вы знаете, что это такое. Вы сюда пришли, вам уже достаточно много лет для этого. Но я покажу вам сегодня, как мы, юристы, изнутри видим, что такое правоведение. И буквально в одно касание, у меня где-то 15-20 минут, я расскажу вам, что такое правоведение. Ну, как дисциплина. У меня предусмотрено 4 блока. Здесь я нарисую 4 блока. И каждый блок, это как бы один, не как бы, а есть один раздел вот этой нашей сегодняшней рекламы. Первый блок называется филологический. Филологический. Я прошу чуть вас потерпеть. Я понимаю, что математики и филологии это очень далеко друг от друга. Но все остальные 3 блока будут математическими. А этот будет филологический. Мы вынуждены это сделать, потому что юристы работают словами. Юристы работают при помощи слов. Объясняют что-то. У вас есть свои слова. Я знаю. Но мы сейчас поговорим при помощи слов русского, латинского и греческого языка. Итак, здесь мы должны понять, что такое правоведение. Здесь два термина. Правоведение. И в данном случае он будет равен, он будет синонимичен, как говорят филологи, другому термину. Я понимаю, что там идет какая-то правильная лекция. Нет, я знаю. Я дам вам возможность сказать чуть позже. Это будет через 15 минут. Итак, есть два слова. Есть предположение, из какого языка первое слово? Русский. Русский язык, видно, да, что оно состоит из двух частей. Кто знает, как переводится право с русского на русский? Вы не удивляете. Слышите это из математики. Что зашифровано в термине право? Право что такое? Свобода. Закон. И закон, и свобода. Ну ладно. Это филологи знают. Это, ну, есть такой словарь Даль, ну, первый, ну, один из первых словарей живого великорусского языка. И там сказано так. Право – это насилие. Право – это сила или насилие. Вы видите, вы видите меня и видите, что насилие я умею применять. Потому что я правовед. Потому что насилие – это наш конец. Следующее слово «веда». «Веда» – это индоевропейский, это очень глубокий корень. Ну, кто значит такое «веда»? Изучать. Видеть. Видеть, изучать. Это все однопременно. Через познавать. Ну, буквально «веда», есть «веда», индийские «веда», и «веда» – это значит «знать». Ну, «ведать», «знать», значит «знать силу». Чему я вас буду изучать эти 17 занятий? Знавать силу. Я вам дам и насилие, и силу, все научу, что захотите. Следующее значение. Юриспруденция. С какого языка? Английский. Вот ими. Английский. Юриспруденция. Юрис, как ни странно, ну это богиня. Это «право», так же переводится как «право», это латинский язык, конечно же. Юрисправо, а пруденция – это предвидение знания. Там несколько значений семантических. Пруденция, ну, как предвидение. И опять же, или как знание. Ну, мы видим, что достаточно хорошо коррелируются эти два слова. Эти два термина, которые обозначают в этом контексте одно и то же. Но только в этом контексте. Вот что такое «правоведение» в нашем юридическом дискурсе. Мы себя называем и юристами, мы – это кто занимается эксплуатацией, и «правоведниками». Конечно, больше сейчас мода на юриспруденцию, мы больше себя называем юристами. Но еще лет пять назад мы больше себя называли «правоведником». И так, и так будет корректно. Все по поводу филологического понимания «правоведения». Есть ли у кого-то вопросы? Значит, правило такое. Если ни у кого нет вопросов, один ряд мне задает вопросы с вас. Да. Да, вы русский понимаете, извините? Да, вы понимаете, что я говорю? Пожалуйста, задайте вопрос вот в этом. Создайте. Знаете, когда… Я знаю, я исследовал этот вопрос. Когда русская девушка говорит попозже, знаете, как она переводится? Никогда. Я понимаю, что вы не русский девушка. Но шансов нет, или сейчас, или никогда. Задайте мне вопрос. Попозже нет. Домашней задании нет. Пришли, поработали – ушли. Пришли, поразвлекались – ушли. Сейчас и здесь вопрос. Любой, кроме нецензурной брони. Потому что мне потом вырезают. Я просто все это… Я прошу и так говорить, чтобы я слышал. Я все это знаю, но вопрос искать. Я сам на втором учительстве. Хорошо. Молодой человек, вот вы реально… Вы поняли, что он сказал? Он говорит, что… Спасибо, вы будете моим перекладачом, переводчиком. Перекладач – это по-славянски переводчик. Он говорит, что он учился на французском языке по… То есть, правильно он сказал, что отстанет меня, я это все знаю? Я правильно вас… Он правильно перевел? То есть… Отстанет меня, я лучше… Я учился во Франции. Я знаю лучше тебя, что такое правоведение. И потому вопросы я не буду задавать. Правильно я понимаю? Тогда задайте вопрос. Хорошо. Я вас запомнил. Пожалуйста, с вопросом. Я прошу тишины, потому что мы дальше не пойдем. Значит, давайте я так с угроз начну. Продолжим. Если я не дорисую, вы сами будете это все расшифровывать. Потому что рисунок уже есть. То есть, я прошу тишины. Собраться и час тридцать помолчать. Я понимаю, это сложно. Это архи сложно. Вы и дома молчите, и за компьютером молчите. Хоть здесь поговорите. Я дам эту возможность, но чуть позже. Плес. В чем заключается смысл введения двух этих понятий, недостаточно ли одного из них? Хороший математический вопрос. Зачем плодить сущности? То есть, если есть один, бритва окома. Если есть одно слово, зачем два? Я исхожу из практики. То есть, в практике используется и тот, и в другой. И я исхожу из того, что если в практике что-то есть, значит, это нужно. Потому что, если бы в практике этого не было, один бы термин ушел. В принципе, правовидение уходит постепенно. Но пока есть. Пока используются эти два термина. То есть, мой ответ так. Я опираюсь на практику. На практике есть, значит, я вам его и дам. Какие три остальных блога? Значит, здесь блог будет родовое понятие через род. Мы будем давать правовидение, что такое. Здесь через вид. Через вид. И классификацию правовидение. По-моему, вот так. Видите, Мороз? А какая будет классификация? Ну, мест. Я, когда посмотрел глазами математика на нашу классификацию, я чуть не обрагал. У меня странное было ощущение. Там все, что можно было нарушить, юристы там понарушали. Ну, вот знаете, мы так видим. Мы так видим. Хорошо. Следующий блог называется род. Род, то есть, я дам понятие правовидения через родовое понятие. Дам, я обращаю внимание, я даю вам понятие правовидения как дисциплина. Через круги Эллера я вам дам. То есть, это право, правовидение, ну, нет правовидения, будет улучшение первого закона логики. Право. Вот это право. Это право. Внутри права есть три блока. Три вида. Первый вид. Это деятельность. Деятельность. Юридическая деятельность. Поднимите, пожалуйста, кто был хотя бы раз осужден уже. Судом, судом, конечно. Кто был в судах, или подписывал договор, или, например, подходил к кассе и протягивал деньги, или карточку вставлял, тот участвовал в юридической деятельности. То есть, есть такая деятельность, которая урегулирована правом. И вот в этом смысле одно из значений права – это деятельность. Когда люди вступают в отношения определенного рода, они вступают в юридическую или правовую деятельность. Это первое понимание. Второе понимание, второй вид, извините, второй вид права – это наука. Это наука. Я уверен, что у вас тоже это все есть. У вас только с деятельностью проблема небольшая. У вас сливается деятельность с наукой. То есть, это теории каких-то ученых, но не каких-то определенных людей, научные тексты, которые описывают деятельность. То есть, ученый – это наблюдатель, который наблюдает определенный вид деятельности и его описывает своим научным языком. То есть, есть право как наука. Это совокупность текстов различных, монографий, статей и так далее. И третье – как дисциплина. Вид права как дисциплина. Это то, что сейчас я вам даю. Итак, как это соотносится? Давайте, чтобы закрепить это все. Как это друг к другу соотносится? Значит, деятельность существует сама по себе. Даже если все юристы умрут сегодня, деятельность останется. Есть ученые, которые наблюдают за этой деятельностью и определяют определенные закономерности. Юристы видят закономерность и, например, могут проспорганизировать, как будет развиваться право через 5, 10, 20 лет. У нас есть такие программы, у нас есть такие, у нас есть видение, что будет с правом через 50 лет. И третье – это дисциплина. Для того, чтобы заняться этой деятельностью или ученым наукой, надо изучить право. Вот дисциплина, она для того, чтобы обучить человека навыкам видения права и его закономерности. Наша, вот за мной здесь, находимся вот здесь. Мы с вами изучаем право, узнаем, что это там. Все по поводу права через родовое понятие. Право видения через родовое понятие. Родовое понятие – право, а право видения как вид права. Есть ли вопросы? Если нет ни у кого вопрос. Возьмите вопрос, а вот в чем различие науки и дисциплины? Я не очень не знаю. Эти дисциплины мы тоже изучаем? Часть науки? Значит, ну как правило, значит, в чем различие? Значит, дисциплина для того, чтобы изучить, уже известная, а наука познать неизвестная. Например, учебник – это из дисциплины. Монография – это из науки. Там разные тексты. Если вы начнете сейчас читать юридические тексты, как я математически, мы ничего не поймем. Но учебник по математике, я понимаю. Да, был еще вопрос. Вопрос пропал, была рука. Да, пожалуйста. Какие носители правы у вас? У вас правда какой-то свой проект я вижу? Нет, по поводу. Да, еще раз вопрос. Какие примеры… Давайте так. Как будет тишина, что будет слышно, как вы дышите, тогда вы задавите… Вы думаете, вот это тишина была? Вы еще тишины не знаете? Математик, не знающий тишины. Это вообще, конечно… Вы дефицируете, что такое тишина? У вас есть модель тишины? Нет. Так я вас не спрашиваю. Давайте посмотрим, если у вас модель… Как эта модель совпадет с реальностью, вы не слышите. Можете ли вы привести примеры носителей права? Вы? История. Вы? Вы же в истории. У вас есть история? Вы когда-нибудь получали, например, свидетельство о рождении? Заключали договоры? Вы – носитель права в прошлом и в настоящем. Про будущее я вообще не знаю. А сам человек не выявляйтесь. Ну, вы человек? Да. Значит, вы являетесь. Или я не понял ваш вопрос, или вы его неверно спромулировали? Нет. Носителем права является любой разумный человек. Разумный – это тот, кто обладает таким свойством, как мышление. Все остальные субъекты. Есть объекты. Дети – объекты права. Считалось, что женщины – объекты права. А мы – субъекты. Есть ли еще вопросы? Да. Прокурам рейлера, что право состоит из трех составляющих, и это все. То есть, у вас сейчас получается, что право может существовать по самому по себе без науки, деятельности, дисциплины. По-моему, вот эту вот схему. Окей. Вы знаете, что такое круги элера? Да. Ну, я понял. Я для вас их и приготовил. Прокурам рейлера. Право, деятельность относится к праву? Нет. Или у вас другой вопрос? У вас на улице остается. Ну, она логично остается. Значит, что там в этой пустоте? Мы в другой пустоте. Там еще что-то есть. Смотрите. То, что я говорю, это не квант всеобщности. Да, то, что я говорю, это не окончательная истинная... То есть, она истинная, но только в определенном дискурсе. То есть, там есть еще что-то, конечно. В праве есть еще. Но я, задача вот этого, через вид, соотношение рода и вида, дать определение, представление, что такое правоведение как дисциплина. Да, был вопрос еще? Следующее. Я дам определение правоведения как дисциплины. Итак, это дисциплина. Дисциплина, это для изучения правовых явлений. Правоведение, это дисциплина для изучения правовых явлений. Это родовое определение. Где здесь род? Какое слово определяет род? Дисциплина. Дисциплина, конечно. Родовое определение. Итак, дисциплина. Что такое дисциплина? Это какая-то структура, это какая-то система по доведению до сведений реципиента. Реципиент это тот, это вы, обучающиеся, каких-то знаний по какой-то деятельности. То есть, это дисциплина. Есть дисциплина, есть планы, есть что вы здесь изучаете. То есть, это какая-то система, структура обучения. Следующий признак для изучения. Зачем это дисциплина? Для изучения. В изучении есть два элемента изучения. Это знание. Я вам буду давать какую-то информацию. Особенность моих занятий будет в том, что эта информация будет минимальной. Потому что информации сильно много. Ее надо сжимать. Я буду давать только самое важное. Например, вот филологическая интерпретация, толкование, право, важное. Я ее даю. Это знание. И знание я буду проверять на опорных сигналах. Это то, что минимум вы должны знать. Ну, вы знаете, у вас тоже такое же есть. Да, минимум, аксиомы такие. И следующее, это компетенция. Компетенция, я вас буду обучить, обучу вас, как вести себя, как юристы. То есть, какие-то компетенции. Например, компетенция молчать. Я смотрю, математика не у всех развита. Компетенция. То есть, я выбрал одну компетенцию юридическую, которую мы с вами будем развивать. Мы с вами, потому что и у вас, и у меня. Я тоже у себя буду развивать. И последнее, это правовые явления. Правовые явления, я вам сюда отсылаю, это деятельность. То есть, я вам буду рассказывать о юридической деятельности. Например, я вам расскажу, как посадить человека. Как его оправдать. Как... Ну, там много чего-чего-чего-чего есть. Немного, но об этом я буду вам рассказать. Все. Это, так называемое, видовое понятие. Какое у нас? Видовое. Это род и вид. А это уже что-то... А, это будет, наверное, понятийная, да? Понятийная, так ли. Патология, понятия. Просто понятие. Пожалуйста, я дал вам понятие права, правоведение, я, как дисциплины, какие есть вопросы. Если нет ни у кого вопросов... Если был третий модуль, то... Да, а я сколько сказал вначале? Четыре. Да, или был третий. Один, два, три, и будет четвертый. Есть ли еще вопросы? И последнее, это видовое определение. Видовое определение. Правоведение само по себе является системой, которая сложена из определенных частей. Эти части и будут виды, классификация. И я сейчас вам дам классификацию всего правоведения. Все, что там есть. Я буду использовать иногда не просто там скучные круги эллера. Я буду использовать картинки такие, чтобы запоминались. Все-таки математики ближе к романтикам, чем юристы. Я изображу виды, классификацию правоведения в качестве цветочка. Сейчас нарисую вам цветок. Существует две части правоведения. Идем по диорезису. Делим на две части. Это сердцевины цветка и... Кто видел цветок? Я не знаю, если видели. Это и да. Я тренировался. Сердцевина и... Квитки. Как это русский? Лепестки. Или лепестки. Сердцевина это теория государства и права. Теория. Несколько лекций, несколько занятий мы с вами посвятим теории права. Государство и право. Из названий уже видно, какие там две части будут. Государство и право. О государстве чуть-чуть. Генезис, понятие, форма. Итак, генезис, понятие, форма. Все слова понятны? Нет. Какое слово? Первое. Ген. Слово ген. Греческое слово. Гена это происхождение. Генус. Происхождение. Происхождение государства. Генезис. Понятие. Дам определение вам. И формы. Формы это методи. Следующее право. Мы расшифровываем вот эти части. Вы понимаете, как вы эту классификацию? Я классификационную ветку. То есть то по одному основанию, а там внутри уже по другим основаниям. Сейчас основание деления права в теоретическом смысле. Это понятие права. Интерпретация и толкование права. Формы права. И достаточное. Понятие, интерпретация, формы права. Все по поводу теории права, государства и права, которые мы с вами будем изучать. Пожалуйста, какие есть вопросы по этой части, по вот этой классификации. По лепестках чуть побольше. А мы будем изучать? Да. Мы будем изучать это отдельно или будем так же взаимодействовать? Да. Мы будем изучать одновременно. То есть дело в том, чтобы понять часть, надо понять целое. Чтобы понять целое, надо понять часть. Это называется герметический круг. Мы одновременно будем... Я вам все давать буду в системе. То есть чтобы все было взаимосвязано. То есть возьмем какой-то элемент, его изучим и его связи, конечно, с окружающими. Итак, я сделаю вот здесь. Это связи с взаимодействием. Есть ли еще вопросы? Можно повторить, что какие-то там государства? Государства? Генезис, понятия, формы. Генезис, понятия, формы. Ну, всего государства. Ты государства понятны. Вторая часть тоже три. Это что у нас там было? Понятия, интерпретация. Интерпретация, я сказал? Интерпретация и формы. Ну, там в праве будет больше. Чуть-чуть больше, чем государство. Государство три элемента, а там будет, по-моему, около пяти. Пяти лет. Есть ли еще вопросы? Итак, здесь отрасли права. В лепестках у нас будут отрасли права. То есть определенные части права мы с вами будем изучать отдельно. Начнем с международного права. Международное право. Я вас научу, как правильно убивать, ну, с точки зрения права, так сказать, послами, ну и так далее. Международное право. Следующее. Конституционное право. Конституционное право. Я в свое время написал статью, называется так, Шумба аудитория. Я исследовал этот вопрос, почему студенты, вот где вы сейчас сидите, я в свое время там же сидел. Потому что я, да, я обучался во лбу, конечно же, и я вот где-то, в мое место было вот там. Есть, я вывел две, два основных, две основных причины, почему шумят студенты. А есть предположение, что это запрещено. У нас, скорее всего, скука. Значит, первая скука. Ну, скука это, я так, непонимание. Ну, то есть, человеку непонятно, что происходит, и он ускользает, прокрастинирует. Или к соседу ускользает, или к соседке. Или все эти его затягивают, видно, прям, и ушел. Это из-за скуки. И вторая причина, эмоциональный всплеск. Человек что-то узнал, у него инсайд, он такой, вау, да, и так можно было. И начинает делиться с соседом. Про первое я вас не могу просить, потому что это от меня только зависит, будет вам скучно или нет. По поводу второго, если у вас какой-то эмоциональный всплеск, и надо с соседом поделиться о своем открытии, потерпите чуть-чуть. Потом, может быть, это сделать. Следующее, кондиционное право. Затем идет административное право. И так уже, мне кажется, элекционную часть затянул, сейчас по-быстрому. Административное право. Затем, ну это вы все знаете, да, все участвовали. Хорошо, давайте так, если никто не сидел. Подвините, пожалуйста, руку, кого хоть раз подвергался штрафу или предупреждению. Слава Богу. Единственное, меня пугает, что есть люди, которые не поднимают руки. Они или лгуны, или второй вариант. Второй не буду. Да, спасибо. Знаете, последний раз меня к административной ответственности привлекали за статью 2020. Ну, это распитие алкогольных напитков в публичных местах. Хорошо. Следующее, гражданское. Я слышу, что эмоциональный всплеск. Релакс. Гражданское право. И последнее, это уголовное право. Чуть-чуть, а не бисьхим. Чуть-чуть мы с вами изучим и уголовное, и гражданское, административное, и международное право. Какой последний? Уголовное, уголовное. Уголовное право. Мое первое уголовное дело было изнасилование. Ну, не в смысле, что я насилую, а я помогу. Итак, пожалуйста, какие есть вопросы? Да. Да, я практикующий адвокат. Ну, сейчас уже нет, уже лет 5, да. А так, да, у меня адвокатская практика. Насколько реально доказать, что изнасилования не было предоказового? Ну, я же доказал. Как? Ну, например, не было принуждения. Не было принуждения. Если нет принуждения, нет изнасилования. Пожалуйста, есть еще вопросы. А вам больше что нравится, сажать людей или вытаскивать? Я не могу ответить на этот вопрос, потому что я никогда не пробовал саживаться. Вытаскивать, нравится. Да. А могут ли существовать права без государства? Могут ли права без государства? В одной из теорий, да. То есть государство, это сегодня обязательный признак права, а так, я считаю, что можно. По крайней мере, есть такие сферы нашей жизни, где право существует без государства. А там, сталкивались вы в личной жизни таким понятен, как адвокат-дьявол. Ну, я в зеркало гляжусь каждый день. Я имею в виду, когда оправдываешь того человека, который на самом деле виновен, и тебе его нужно оправдать. Такого не бывает. Каждого, кого я оправдывал, был не виновен. Более того, каждый клиент мой был не виновен. Иначе как я его могу защищать? Да, он немного убил, но он же любит детей. Да, есть ли еще вопросы? Почему вы перестали работать с адвокатом? Я нашел более интересную деятельность. Как? Преподавать. Я понимаю, что это смешно звучит, преподавать вроде неинтересно, но я придумал так, как сделать, чтобы было мне интересно. Чтобы развлекать. Мне это более интересно, чем адвокатский. Да, есть ли еще вопросы? Да. А сколько у вас больше выигранных дел? Выиграете? Ну, это, так называемый, закрытый вопрос, и он, я не могу на него ответить, потому что он манипуляционный. Дело в том, что в нашей разметке нет такого понятия, выиграл или проиграл. Например, три года лишения свободы, это выиграл или проиграл? То есть, все зависит от контекста. Да, то есть, я скажу так. Мои клиенты всегда были довольны. То есть, ни одного не было случая, когда они бы сказали, Роман Григорьевич, верни ты шурупов. Да, есть ли еще вопросы? И мы переходим с вами к практической части. Мы с вами будем развивать сегодня такую компетенцию, как сравнение. Напоминаю, что такое сравнение в логике. Сравнение это узнать, мы берем два объекта, два понятия, и находим, что значит сравнить? Находим общий признак и отличие. Логично, да? Как у вас? Значит, я правильно. Итак, я прошу вас сравнить два понятия. Понятие... Понятие... Понятие права и... А у вас есть какой-то знак сравнения, как сравнить? Больше-меньше-равно, но это принятие АИС, чтобы больше-меньше-равно в одинаково. Да. Это как? Больше-меньше-равно. Вопрос. Вопрос сверху. Вопрос сверху. Вопрос сверху. Итак, вам сейчас надо вынуть листочки, в которые мне потом сдать. Написать сверху свою настоящую фамилию и группу. Я прошу листочек маленький-маленький. Вот такой квиточек маленький. Это много. Отложить на слега вот так вот. Маленький-маленький. Спасибо. 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 Спасибо.